Одна женщина рассказала, что когда она гостила в Санкт-Петербурге, то познакомилась с ивановцами. У них там целый клуб, человек 300. Обливаются, голодают, собираются. Все довольны деткой и широко ее рекомендуют всем. Но мне как-то неловко выходить на улицу и обливаться. Да и голодать так часто я боюсь. А потом я услышала, что оказывается Иванов был больным. У него не было чувствительности к холоду по какой-то болезни. Что бы вы порекомендовали по этому поводу? Петрович хорошо был знаком с учением Иванова, читал его дневники, встречался с его последователями. Он понял, что Порфирий Иванов самостоятельно нащупал самобытные пути духовного роста и, следуя им, стал человеком с большой буквы. Он всей своей жизнью заслужил особую благодать от природы, буквально сроднился с ней и был щедро одарен ее силами. Подобные слухи возмутили его и он решил рассказать об учении Иванова сам. Таня, разреши мне ответить на этот вопрос, попросил он. Вот человек, хорошо знакомый с учениями Иванова, представила Петровича Татьяна. Ему слово. Сразу скажу, что якобы нечувствительность Иванова к холоду из-за какой-то болезни ложь. Он мерз, как и все люди. Холод, голод и всякие другие лишения он сознательно терпел. Он использовал сознательное терпение для духовного совершенства, сам того не подозревая. Он применял сознательное терпение ко всему. Сознательно мерз, сознательно голодал, сознательно отказался от половой жизни, сознательно не сидел, а стоял или ходил. Тем самым он осознавал каждое мгновение своей жизни, пропитывало его своими мыслями. Что касается лечения, то и оно осуществлялось им с помощью мысли. Его образное мышление было настолько сильным, что проникая в тело, разбивало и выводило вон очаг болезни. В свое учение детку он внес духовный компонент, который обычно пропускается и все сводится к обливанию, голоду, а после голода к обжираловке. Надо не столько обливаться и голодать, а соблюдать его духовное наставление. Избавиться от вредных привычек и черт характера, полюбить окружающий мир. И как только это произойдет, то и со здоровьем человека все поправится. Я хочу разобрать рекомендации, данные Иваном в детке. Далее на основании этого разбора показать сильные и слабые стороны его учения. Вот рекомендации Порфирия Корнеевича Иванова. Детка, ты полон желания принести пользу своему народу. Для этого ты постарайся быть здоровым. Сердечная просьба к тебе. Прими от меня несколько советов, чтобы укрепить свое здоровье. Первое. Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся в чем можешь. В озере, речке, в ванной. Принимай душ или обливайся. Это твои условия. Горячее купание заверши холодным. Второе. Перед купанием или после него, а если можно, то и совместно с ним, выйди на природу. Встань босыми ногами на землю, а зимой на снег хотя бы на одну-две минуты. Вдохни через рот несколько раз воздух и мысленно попроси себе и всем людям здоровья. Третье. Не употребляй алкоголя и не кури. Четвертое. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды. С пятницы в 18-20 часов до воскресенья в 12 часов. Это твои заслуги и покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки. Пятое. В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком. Несколько раз подыши и помысли, как написано выше. Это праздник твоего дела. После этого можешь кушать все, что тебе нравится. Шестое. Люби окружающую природу. Не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего. Привыкни к этому. Это твое здоровье. Седьмое. Здоровайся со всеми и всюду, особенно с людьми пожилого возраста. Хочешь иметь у себя здоровье? Здоровайся со всеми. Восьмое. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его нужду душой и сердцем. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу мира. Девятое. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Верь людям и люби их. Не говори о них несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них. Десятое. Освобеди свою голову от мысли о болезнях, недомоганиях. Смерть – это твоя победа. Одиннадцатое. Мысль не отделяет дело. Десятое. Прочитал хорошо, но самое главное – делай. Двенадцатое. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались и не возвышайся. Будь скромен. Первое. Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся в чем можешь – в озере, речке, в ванной. Принимай душ или обливайся. Это твои условия. Горячее купание – заверши холодное. Какой оздоровительный эффект оказывает на организм человека обливание холодной водой или контрастный душ? Первое. Нормализация общего заряда организма человека. Очень вредно носить синтетическую одежду, использовать обувь, особенно домашнюю, на искусственной подошве, покрывать пол линолеумом. Это приводит к тому, что общий электрический заряд организма нарушается. Вверх заряжается положительно, а низ – отрицательно. Зимой часто бьет током при соприкосновении с металлическими предметами. В результате этого нарушается нормальная циркуляция энергии по энергетическим каналам. Некоторые органы перестают нормально снабжаться энергией, а значит снижают свои функциональные возможности. Изменение общего электрического заряда организма приводит к изменению PH, внутренней среды, от которой зависит протекание всех важнейших жизненных процессов в организме, активность ферментов и тому подобное, что вызывает в организме серьезные проблемы со здоровьем, ведет к развитию неизлечимых вялотекущих хронических заболеваний. Нарушение общего заряда организма ведет к нарушению капиллярного кровообращения, которое во многом происходит за счет того, что красные кровяные тельца, имея заряд, отталкиваются друг от друга и за счет этого движутся по капиллярам. Роль сердца как насоса сказывается на уровне крупных сосудов и не влияет на капилляры, где продвижение осуществляется за счет взаимного отталкивания красных кровяных телец друг от друга. Как можно самостоятельно защитить свой организм от искажений электрического заряда? Это вполне по силам каждому. Во-первых, утром и вечером ополаскивайте ноги от колен до ступней водой. Теплая будет или холодная, не важно. Главное, она снимет избыток заряда с организма. Еще лучше принимать душ или обливание. Второе. Холодное обливание. Холодная считается вода с температурой не выше 12 градусов Цельсия. Позволяет активизировать в организме на клеточном уровне процессы биосинтеза и биоэнергетики, которые лежат в основе жизненных проявлений человеческого организма. Вот научное объяснение этого феномена. В каждой клетке имеется генетический аппарат, от активности которого зависят процессы роста и жизнедеятельности клетки. А так как организм совокупность клеток, то на уровне организма эти процессы сказываются как обновление, восстановление, проявление жизненности. Со временем или от болезни генетический аппарат потихоньку сдает, и организм не так обновляется, как в молодости, стареет. Как мы можем самостоятельно подстегнуть собственный генетический аппарат в каждой клетке? Оказывается, это очень просто сделать, если знать, что величина электрического потенциала на мембране клетки, это оболочка клетки, влияет на активность генетического аппарата, а он находится внутри клетки. Чем больше электрический потенциал на мембране клетки, тем лучше и сильнее работает генетический аппарат внутри клетки. Это активирует специальные аминокислоты, ферменты, которые осуществляют биосинтетические процессы в клетках и во всем организме. Встает другой вопрос, как самостоятельно увеличить мембранный потенциал? Оказывается, это можно сделать легко и просто с помощью холодного обливания или контрастного душа. Человеческое тело окружено и пронизано плазмой. Плазма пронизывает и окружает человека подобно яйцеобразной оболочке. Это плазменное яйцо, имеет свое магнитное поле, ось которого совпадает с электрической осью сердца. Плазма – это смесь электрически заряженных частиц, в которых полная величина заряда частиц, отрицательного знака электронов, равна полной величине положительного заряда. В целом, плазма является электрически нейтральной системой, хорошо проводящей электрический ток. Если плотность частиц в плазме большая, то более правильно представить себе плазму, как сплошную среду, подобную жидкости. Но жидкость эта необычная. Она является прекрасным проводником электрического тока. На нее сильно влияет магнитное поле. К тому же, она сама имеет магнитное поле, а также хорошо проводит тепло. Температурное воздействие на плазму. Если в плазме появляется разность температур, в ней создаются потоки тепла из области с более высокой температурой в область пониженной температуры. При этом возникает конвекционное движение частиц. Но движение электрических зарядов является электрическим током. Следовательно, по действиям разности температур в плазме создается электрический ток, который называется термоэлектрическим током. Именно этот ток и подзаряжает мембраны клеток, а через них активирует генетический аппарат. Видите, как это просто. Воздействие магнитного поля на плазму. В объеме плазмы линии магнитного поля, то есть линии индукции, расположены на определенном расстоянии друг от друга. При этом, если жидкость, то есть плазма, расширяется, магнитное поле ослабляется, ибо расстояние между линиями индукциями увеличивается. Если сжимается, линия индукции уплотняется и магнитное поле усиливается. Сжатие и расширение плазмы с вмороженным магнитным полем приводит к разным эффектам. Так, при сжимании плазмы магнитный поток хоть и остается постоянным, но индукция его возрастает пропорционально сжатию, что приводит к появлению очень сильного магнитного поля, который и подзаряжает мембраны клеток, а через них активирует генетический аппарат. Опять, видите, как просто все. Итак, обливаясь холодной водой с макушки на все тело, мы воздействуем на плазму собственного организма температурно, то есть резко охлаждаем и магнитно. Плазма сжимается от резкого охлаждения и сужает магнитные силовые линии. Именно это воздействие порождает электрические токи в организме, которые подзаряжают клеточные мембраны, а через них активизируют генетический аппарат клеток. Эта активация выражается в том, что клетки становятся более жизнестойкими, лучше выполняют свои функции, более устойчивы к повреждающему действию болезнетворных микроорганизмов, быстрее восстанавливаются и обновляются. Ученые всех стран мира пытаются подсигнуть самыми разнообразными ухищрениями клеточный биосинтез, а это делается просто, естественно и эффективно с помощью холодных или контрастных обливаний утром и вечером. Третье. Холодные или контрастные обливания способствуют восстановлению структуры организма на жидкостном уровне. Вода в организме человека находится в качественно отличном состоянии от обычной. Она по своему составу неоднородна, хотя состоит из тех же двух атомов водорода и атома кислорода. Вся разница в том, какая связь между водородом и кислородом. Атом водорода имеет по две водородные связи. Эти связи очень активны и за счет их атом водорода может присоединиться к множеству элементов. Эти водородные связи, молекулы воды, могут действовать в одном направлении, а могут в разных. Другими словами, атомы водорода образуют молекулу воды, вращаются относительно связей с атомами кислорода, в одном случае синхронно, в одну сторону, в другом в разные. В природной воде около 25% такой, у которых протоны водорода вращаются синхронно в одну сторону. Такие молекулы воды называются молекулы паровод. Если же протоны водорода вращаются в разные стороны, то такие молекулы воды называются молекулы ортовод. Их около 75%. И вот здесь мы подошли к самому важному вопросу. Вопросу относительно жизни вообще. Оказывается, любое живое вещество отличается от неживого тем, что в первом вещество вращается в одном левом направлении. А во втором этого нет. Вещество вращается хаотично. Ввиду того, что наш организм в основном состоит из воды, именно в молекулах воды и проявляется наша жизненность. Атомы водорода синхронно вращаются в одном направлении. Чем это вращение выраженнее и стабильнее, тем здоровее и устойчивее наш организм. И наоборот, чем больше искажено и уменьшено, тем слабее и болезненнее. Поэтому молекулы воды и паровод обеспечивают жизнедеятельность клеток организма. Больные клетки в зависимости от тяжести заболеваний имеют меньший процент молекул паровод и усиленно их потребляют для своего восстановления. В результате этого общий баланс между упорядоченно вращающейся водой и хаотической нарушается в пользу последней, что приводит к ослаблению жизненных проявлений в организме. Задача оздоровления сводится к тому, чтобы восстановить необходимое вращение вещества в клетках, перевести воду из хаотического состояния ортовод в упорядоченное паровод. Теперь поговорим с помощью чего это можно сделать. Молекула воды это электрический и магнитный диполь. Импульсное магнитное поле действует на молекулу воды ортовод тем, что заставляет водородные связи вращаться в одном направлении. При этом водородными связами поглощается часть импульса магнитного поля. Один из протонов водорода, молекулы ортовод, изменяет свое вращение на противоположное и приходит при этом на новый энергетический уровень с выделением тепла. В результате этого вода из хаотического состояния ортовод мгновенно, мгновенно переходит в упорядоченное структурированное состояние паровод. Во время этого процесса выделяется тепло. Импульсное магнитное поле в организме создает за счет холодного или контрастного обливания резкое охлаждение плазмы, сжатие магнитных силовых линий. Таким образом, по действию магнитных полей, вызванных холодным или контрастным обливанием, в соотношении как природный 25% молекул паровод и 75% молекул ортовод, так и воды, находящейся в организме, изменяется. Восстановление прежнего баланса после окончания такого воздействия наблюдается через 10-12 часов. Другими словами, после лишь одного обливания упорядоченная структура жидкости в организме сохраняется весь день, а если облиться вечером, то и всю ночь. Это и есть чудо ежедневного обновления организма с помощью холодной воды. Простая процедура обливания самого себя с макушки до 5 холодной водой из ведра или прием контрастного душа теплый 30-45 секунд, прохладный или холодный 3-5 секунд и так несколько раз, утром, желательно и вечером, способствует подхлестыванию процесса биосинтеза и биоэнергетики в организме, а также упорядочивает его структуры на жидкостном уровне. Второе. Горячее купание заверши холодным. Горячая вода открывает поры тела, делает его более расслабленным, рыхлым. Этого достаточно, чтобы в организм могла проникнуть болезнетворная энергия холода или другого рода. Краткое воздействие холодной воды подхлестывает организм нажатием на закупорку пор, на создание энергетической брони. В этом случае вы чувствуете энергичность, бодрость и защищенность. Не зря обливание стоит как первая рекомендация в системе Порфири Иванова, восстанавливающая и обновляющая организм человека, усиливающая биоэнергетические процессы. К тому же регулярное выполнение этого совета способствует дисциплинированию характера человека, а это уже с зачатки духовного роста. Третье. Перед купанием или после него, а если возможно, то и совместно с ним. Выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой на снег, хотя на одну-две минуты. Вдохни через рот несколько раз в воздух и мысленно попроси себе и всем людям здоровья. Эта рекомендация позволяет человеку почувствовать свою связь с природой, заземлить организм. Вдох по Иванову очень сознательное действие. Он советует тянуть воздух с высоты, чувствовать его давление. Подобный вдох очень сильно уплотняет энергетические структуры организма, как бы выталкивает вон болезни. Обливание холодной водой себя с макушки будет вбирать в себя вытолкнутые болезни, их информационно-энергетическую основу, и смывать на землю, которая их будет поглощать. Это приводит к освобождению организма от разного рода болезнетворных энергий, а значит ведет к исцелению. Что означает мысленно попросить себе и всем людям здоровья? Начнем с того, что все, что окружает человека, в том числе и другие люди, есть особое проявление пространства, которое является огромным живым существом. Таким образом, посылая мысли здоровья, вы желаете благости, целостности, в первую очередь, этому огромному организму, этим мысленным посылом, вы взаимодействуете с ним, и оно отвечает вам. Чем искренней ваша просьба, тем большим будет и ответ. На уровне работы с собственным сознанием, это своего рода настрой на здоровье. Более того, это та деятельность, для которой Бог создал человека, благими мыслями и пожеланиями просаливать материю, способствуя ее эволюции. Четвертое. Не употребляй алкоголя и не кури. Алкоголизм, курение, чрезмерное привязывание к пище, сексу, есть своего рода зависимости, которые постоянно толкают человека на их удовлетворение. Посудите сами, постоянно пьющий человек угорает от водки, курильщик отравляет свой организм никотином и зарабатывает легочные заболевания. Переедание разного рода деликатесов ведет к зашлаковке организма, ожирению, размножению болезнетворных микроорганизмов и появлению болезней. Безудержное удовлетворение сексуальных фантазий может сделать человека маньяком и также ослабляет. Таким образом, эта рекомендация позволяет человеку работать над самыми разрушительными чувствами и чертами характера. Очищение сознания от этих зависимостей делает душу человека легче, а значит способствует духовному росту. Пятое. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды. С пятницы в 18-20 часов до воскресенья в 12 часов. Это твои заслуги и покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки. Очень верно подмечено. Это твои заслуги и покой. Что беспокоит сознание человека? Конечно, пристрастия, привычки, потребности. Они создают особого рода зависимости. Погрязший в дурных пристрастиях, привычках, наклонностях человек становится зависимым от них. От алкоголя, курева, еды, секса и тому подобного. Именно они не дают ему покоя. Курящий человек ищет, где бы ему покурить. Алкоголик, где бы выпить. Блудник, где бы и с кем заняться прелюбодеянием. Большинство не хотят остаться без еды или пропустить ее. Это доставляет дискомфорт, который они не хотят терпеть. Подобные люди всю свою жизнь тратят на то, чтобы угодить своим чувственным пристрастиям. За этими пристрастиями человек теряет сам себя. И чем больше он обслуживает эти пристрастия, тем больше они его поглощают и разрушают. С помощью этих двух заповедей человек борется с дурнотой внутри себя и заслуживает покой, который приносит здоровье. Кроме этого, регулярное голодание способствует формированию и развитию в тонких телах аппарата, напрямую поглощающего энергию из пространства. Этим мы сознательно подготавливаемся к существованию в космической среде. Почему терпение надо проводить в выходные дни? Это еще более усиливает нравственное воздействие на человека. В выходные дни все люди гуляют, едят, а ты терпишь. Этим самым идешь наперекор общественному мнению, что еще более сильно закаляет твой характер, формирует волю. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки. В этой фразе заключается некая индивидуальная рекомендация, как и в первой заповеди. Купайся, чтобы тебе хорошо было. Каждый должен творчески, с учетом особенностей своего организма, применять эти заповеди, чтобы они действовали на благо, постепенно закаляли характер человека, развивали волю. Целебный эффект 24-42-часового воздержания от воды и пищи. Вы должны знать, что воздержание означает добровольный отказ человека от приема какой-либо пищи и воды на определенный период времени с целью помощи жизненной силе организма восстановить гармонию и силу биологических процессов, нарушенных в результате болезни, ослабления организма и тому подобное. Что может дать человеку воздержание в течение указанного времени? Во-первых, это дисциплинирует сознание человека, очищает его от болезнетворных мыслей, делает более управляемым. Более всего, человек страдает от того, что не умеет контролировать желания и процессы, протекающие у себя самого в сознании. Именно они толкают его на поступки и действия, противоположные здоровому образу жизни. В этом плане, воздержание – прекрасное средство по переделке своего характера, изживанию дурного и ненужного. Во-вторых, воздержание активизирует центральную нервную систему по принципу стресса на нехватку пищевых веществ и воды. Это заставляет организм лучше работать, встрепенуться от спячки сытой жизни. Разгружает пищеварительную систему, дает ей отдых, очищает от шлаков кров и немного межклеточную жидкость. В-третьих, активирует иммунитет, защитные силы организма. Организм, поставленный в такие условия, вынужден вырабатывать воду внутри себя из всего, что ему не нужно, и отбирает ее у болезнетворных микроорганизмов. Это приводит к более выраженным оздоровительным эффектам, чем голод на воде. В целом, после такого воздержания человек несколько обновляется, освобождается от болезнетворных микроорганизмов, свежей и лучшей чувствует жизнь. Шестой, люби окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего. Привыкни к этому, это твое здоровье. Человек своими мыслями должен прорасти в породившего его пространство. Только чувства и мысли о любви позволяют это полноценно сделать. С помощью любви человек становится единым с пространством и пользуется его безграничным целебным потенциалом. Распространяя вокруг себя мысли и чувства любви, человек в положительном направлении преобразует материю. Делая это, он занимается тем, для чего его создал Творец. А когда человек полностью осознает себя как духовное существо, а окружающий мир для него становится святыней, то как он может в него плевать? То есть, даже на этом уровне надо осознавать важность поступка и одухотворять его, превращая в средство для сознательного совершенства самого себя. Считается, что обратное проглатывание слюны действует как своего рода прививка от болезни. Это своеобразная гемеопатическая рекомендация – вакцинация. Это самая главная духовная рекомендация – любить мир, который тебя сотворил и дает тебе все необходимое для жизни. Так не будь же черст, человек. Отплати за счастье ощущать себя живым телесным существом. Седьмое. Здоровайся со всеми и всюду, особенно с людьми пожилого возраста. Хочешь иметь у себя здоровье – здоровайся со всеми. Чем больше, по любому поводу, человек генерирует вокруг себя мысли о здоровье, тем в большем объеме и качестве они возвращаются ему назад и делают его здоровее. Это самое основное занятие человека в течение жизни – сеять мысленно и делать вокруг себя добро. Чтобы вслух здоровиться с людьми, надо в своем сознании преодолеть большую работу, побороть стеснение, робость, не бояться осуждения, разного рода кривотолков. Одна эта рекомендация делает сознание человека намного чище, открытие и наивнее. А чем меньше в сознании разного рода хитросплетений и условностей, тем здоровее человек, тем более он вхож в Царство Небесное. Эта чисто духовная рекомендация направлена на совершенство духа, на совершенство самого себя. Восьмое. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его нужду душой и сердцем. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу мира. Из-за своей чертовости, закрытости сознания мы с трудом откликаемся на просьбы и нужды других людей. Помочь другому человеку в чем-либо, особенно с радостью, это для нас большая проблема. Эта заповедь помогает нам работать как с дурными чертами собственного характера, так и правильно взаимодействовать с пространством. В конце концов, за каждым человеком стоит Божье выражение. Оно замаскировано чертами характера, по которым мы судим о человеке, которому мы должны помочь с радостью. Поступая так, мы укрепляем свои связи с пространством, получаем от него жизненные силы, удачное стечение обстоятельств, благоприятную судьбу, избавляемся от дурных и ненужных черт характера. Эта духовная рекомендация способствует наработке положительной кармы, снятию отрицательной кармы с самого себя. В итоге она выступает как скрытый, но мощный оздоровительный фактор. Как вам? А? Это я дошел до всего этого. И передаю вам. Девятое. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Верь людям и люби их. Не говори о них несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них. Жадность, лень, самодовольство, страх, лицемерие, гордость, враждебность и тому подобное. Мусор в нашем сознании, который не дает человеку жить свободно. Постоянно в сознании человека идут мыслительные процессы, обслуживающие вышеперечисленное. Что это значит? Во-первых, они выжигают нашу жизненную энергию. А значит делают нас больными, слабыми, сокращают жизнь. Это тоже своего рода проработители человеческого сознания. Во-вторых, сильнейшим образом влияют на нашу судьбу. В любом случае, пораженный ими человек чувствует себя несчастным. С недоверием относится к другим. Ждет от них подвоха. Подобное напряжение порождает внутренние конфликты. Агрессивное поведение. Именно это лежит в основе любого психосоматического заболевания. Искореняя из своего сознания эту скверну, человек не только создает предпосылки для оздоровления, но и духовно совершенствуется, кармически очищается. Это великолепная рекомендация по оздоровлению своего сознания, улучшению душевных качеств. Надо постоянно помнить, что человек – это божественное проявление, окутанное чертами характера. Поэтому надо стараться смотреть сквозь внешность и черты характера, видеть божественную сущность. Только в этом случае можно верить и любить людей, а заодно чувствовать божественную справедливость, которая посылается нам через других людей для того, чтобы мы сами нравственно и духовно совершенствовались, очищали сознание от дурных черт характера, отрабатывали кармические долги. Эта заповедь позволяет человеку устанавливать более тесные связи с пространством, с Богом и черпать его силу. Несправедливость и осуждение, наоборот, делают человека изолированным от животворящей силы пространства. Это духовно-оздоровительная рекомендация. Десятое. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. Это твоя победа. Только собственные мысли делают человека здоровыми или больными, счастливыми или несчастными. Мысли о болезнях, недомоганиях, смерти, помимо выжигания жизненной энергии организма, обладают разрушительным действием, подавляюще влияют на протекание жизненных процессов. От них надо избавиться как от жизненно опасных, чрезвычайно ядовитых веществ, выбросить их вон. Избавиться от этого очень сложно. Надо проделать большую работу по очищению черт характера, осмыслению жизни, ее предназначении целей. Только когда это проделано и сознание освобождено, человек чувствует великую внутреннюю победу и свободу. Именно эта рекомендация позволяет человеку почувствовать себя в полную меру духовным существом. Осознать свое подлинное величие, значимость теперешней жизни для жизней будущих. Побудит трудиться не на сегодняшний день, а на духовную перспективу. Одиннадцатое. Мысль не отделяй от дела. Прочитал хорошо, но самое главное делай. Информация всегда должна быть полезной и реализовываться в конкретные действия. Вообще человечество погрязло в разного рода информации, которая абсолютно не нужна и даже вредна. Разного рода светские сплетни, бумажные дела, бюрократии и другие в кавычках науки лишь засоряют сознание человека, забирают на свое воспроизводство сознания современного человека часть его жизненной силы. Они ее крадут. Уже одно это ослабляет организм человека. Нереализованная оздоровительная информация – бесполезное знание, только воплощенное в какое-то конкретное действие, обливание, вдох воздуха, выход на природу, благая мысль о здоровье, сознательное терпение. Голод – она начинает приносить оздоровительные плоды. Иванов этой рекомендации говорит о важном моменте бытия. Все, что задумано на мыслительных уровнях, должно осуществиться на материальном. В этом простота, гениальность и грандиозность проявленной Вселенной и стоящей за ней Творца. Так должен поступать и человек, воплощая мысли в реальные действия. 12. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались и не возвышайся. Будь скромен. Скромность – одна из добродетелей, а хвастовство – дурная черта в характере человека. Эта заповедь призвана искоренить эту проблему, которая возникает, когда человек, став здоровее, смотрит на окружающих несколько свысока. Далее это может перейти в гордыню, эгоизм и тому подобное. Важно делать свое дело и при этом оставаться самим собой. Не наживайте новых дурных черт характера, которые приведут к другим болезням и изменению в вашей судьбе. Вот те действенные механизмы, которые ведут занимающуюся по системе Ванова к оздоровительному и духовному совершенству. Продолжение следует...